Нешуточные спортивные страсти кипели не только на футбольном поле традиционного турнира «Золотые пески Самары». Соревновались в красоте и спортивной эрудиции «Самарские женщины». Алена Бугаева сражалась не столько за корону королевы красоты, сколько за отличное летнее настроение, ведь главное, по ее мнению, это участие. Повеселиться и разбавить серые будни. Устроить релакс и чил, и вечеринку. Участвовать в каких-то интеллектуальных играх, пройтись в платье и в купальнике. Оценивала красоту и эрудицию «Самарских красавиц» компетентное жюри в составе представителей областной федерации футбола и городского департамента спорта. Выяснилось, что девушки блестяще разбираются в спорте, в том числе и в пляжных видах. Все дело в том, что для горожан физкультура стала уже нормой жизни. За последние несколько лет в принципе спорт активно развивается. Мы стараемся сделать в Самаре, мы предпринимаем достаточно большое количество усилий для организации создания условий возможности заниматься спортом. Тем более в летний период времени. У нас огромное количество площадок, как вы видите, на набережной. На пляже именно большая зона для игр футбола, большая зона для волейбола и так далее. Поэтому создание условий, конечно же, способствует росту и популяризации занятий спортом. Задавали тон на самарском песке местные команды. Ван Тим третий год в пляжном футболе. Но за это время им пока не удалось подняться на пьедестал почета на городских или областных соревнованиях. Пока они идут на шестом месте в региональном турнире. А вот золотые пески Самары дают очередной шанс завоевать медали. Звание и медали тяжело получить, потому что самарский чемпионат имеет высокую оценку. Уровень игры очень серьезный. У нас играют прежние игроки и крылья сайтов. Но в каждом матче, в каждый год мы стараемся навязать борьбу профессионалам. Турнир «Золотые пески Самары» в этом году собрал под свои футбольные знамена 16 команд. За два турнирных дня сыграли несколько десятков матчей. Кроме самарских футболистов за призы сражались представители других городов Самарской области, соседних регионов и даже ближнего зарубежья. Открытый турнир считается любительским. Кто заявки подал, те участвуют. Могу сказать, что в следующем году планируем улучшить турнир. Отрабатываем сейчас Российский футбольный союз с нашей федерацией футбола, чтобы этот турнир стал визитной карточкой, уже привлечь ему, может, полупрофессионали, профессионали команды. Но сделать его более ярким, чтобы вы узнавали не только в стране, а по всему миру. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.